Всем доброго дня! Сегодня у нас день выставочный. Про выставку мы вкратце расскажем про нашу диплицу, которую представлены на выставке. Они тут у нас в рядке. Среди выставки еще многих нет, но будут. Давайте начнем. Это у нас новинка. Мы ее назвали, так в народе говорят, хлебница. Мы ее назвали уральская. То есть у нее открывание с двух сторон. Про нее будет отдельный фильм, пост и видео. Дальше идем. Качель стоит. В этом году она тоже обновленная. Дело изготавливается из трубы 40 на 40 уже. Оцинкованная полностью. Если раньше из черной делали, сейчас оцинкованная труба. Доска полированная, струганная. Краска венги. Такая мощная конструкция. Беседка нового типа, как курилка или закрытого типа. Она стоит у нас у охранников на испытаниях. Идем дальше. Здесь у нас сначала стоят, конечно, новинки. Самые хитовые диплицы. Это павильон новый этого года. Высота стен метр восемьдесят. Про него даже будет фильм. Лавки везде у нас стоят. Здесь у нас павильон два с половиной метра. Павильон два метра. Павильон прошлого года. Это у нас стоит арочная цинка из 30 на 30 трубы. Конструктор. Мы их по акции распродаем. Сняли пять лет назад с производства. Тоже капитальная мощная теплица. Но мы их сняли с производства. Она очень трудоемкая в сборке. Но покупает. Потому что труба 30 на 30 оцинкованная. Дальше. Пристенная. Вот такие мы еще у нас продаем. Она всего лишь метр двадцать шириной. Дверь восемьдесят. Пусть такая нестандартная конструкция. Ну, тоже берут. Кому надо вдоль забора, у кого вместо мало. Попить лавки все. Это у нас уральская люкс. История уральская люкс очень интересная. Своего пять лет назад Москва у нас хотела... Им нужно было, чтобы было разборно и меньше по транспортировке. Мы сделали. Но она очень дорогая в производстве. Очень много сварных швов. Потому что мы делаем капитальные теплицы. Казалось, дорогая очень теплица. Но заказывают где-то в среднем 10-15 конструкций теплиц в год. Заказывают таких. У нас все теплицы ходовые. Ну, конечно, не как павильон по 500 штук. Но заказывают. Из-за формы и мощного каркаса. Это легенда. Два с половиной шириной. Старого цвета. Мы хотели ее в бежевом цепи запустить. 10-14. Но так оставили. Не перебираем. Чтобы была ясна форма и габариты. Идем дальше. Опять лавки. Вот эта конструкция под емкость. Под бочку по Екатеринбургу. Потому что она цельно сварная. Можно лестницу прикупить под нее. Она используется. Можно у меня она под сарай сделана под инструмент. То есть можно стены обшить. Можно теплицу. Один даже клиент сделал. В нейросаду растит. Сарай. То есть все, что угодно. Чем хотите обошить. Можно даже летний душ сделать внутри. То есть кто на что. И лестница приставная. Можно емкость кубовик поставить. С металлической обвязкой. Дальше идем. Пирголы вот такие у нас в серии есть. Под цветочки с лавочками. Широкие, узенькие. То есть на выбор. Заходим сюда. Здесь у нас стоят даже всевозможные лавки. Столб уже куплен. Стоит на отгрузку. Дровяники. Маленькие, побольше. Есть еще разборные по России отправляем. То есть транспортными. Не цельно сварные. Всевозможные клумбы. Различных цветов и оттенков. Тут тоже лавки. Теремок нового Дожаа уже года. Обновленный. Легко собирается. Цвет здесь уже 80-17. В чем преимущество? У него фрумки с двух сторон. Ширина, видите, метр сорок. Высота полтора метра. Капелька тоже обновленная. Два с половиной в линейку мы запустили. Ой, два метра шириной. Закрыли линейку капелек. То есть у нас сейчас капельки шириной два, два с половиной, три метра. Всегда в наличии. И потом делаем шаблонную от 4 до 12 метров шириной. Шаблонную под заказ. Еще лавка. Видите, сколько у нас разных лавок. Там у нас стоит дачник старого. Типа его уже лет 5 или 7 не перебирали. Пять лет здесь вот этой выставке. Душа еще белого 70-35 цвета. Ну и соответствующий наш хит. Самый главный козырь. Это легенда. Мощная конструкция. Капитальная. Надежная. Многие пишут, когда пост выложил. Почему дорого? Дорого, да? Говорят. Но надо же сравнивать адекватно. То есть взять вот легенду, да? Или вот арочную, как все делают. Видите? Мне стоит образоваться вот этому образу 7 лет уже. Сейчас про него расскажем. Поэтому надо сравнивать адекватно. Конструктив. Конструктив. Металлоемкость. Капитальность. Из чего сделано. Чем покрыто. Какая фурнитура. Вот эти все условия надо считать. А не просто, что на рынке 10 тысяч рублей стоит, а у вас теплица 100 тысяч рублей. Вы такие-сякие. Как мне написали под Тюменским постом. Даже матом там женщина одна с Дальнего Востока. Матом другого. Ну, спорить я с такими людьми не могу. Мы свое дело делаем. Ну, здесь у нас земля. Нашу теплицу землю. Вот это капельки. Это уже капля VIP обновленная. Цвета уже 80-17. Прогоны новые. Капля Крепыш. Капля 2М из 20 трубы. Но все гарантия с нашим монтажем 10 лет. Поэтому, кто заказывает с монтажом и без монтажа, одинаково. Руки одинаково. Но мы, как кармане, даем 10 лет гарантийно по снеговой и ветровой нагрузке. По ветровой, смотрите, зависит от фундамента. Свой фундамент, если мы из груза ели, мы его забиваем полями специальными. Которые все продают, а мы их, они у нас в комплекте. Вот. Здесь у нас зимняя теплица, которую мы сделали, так сказать, для своего удовольствия и личного пользования. Мы экспериментируем в ней и так далее. По конструктиву эксперимент, я считаю, удачный. Видите, конденсат между листами, сколько конденсата бежит. Отверстия просверлили, чтобы уходила вода. Там у нас стоит еще одна теплица, в которой даже я выращиваю. Там усадьба и тропиканка. Потом метлайдер еще там стоит. Он старый, надо обновлять, новый ставить. То есть уже обновленный этого года будет. Просто у нас тут ограничено. Дальше идем. Вот это у нас с арочной, старая теплица. Это самые первые. Зеленки наши из черного металла, эмалью покрашены. У нас осталось их две по акции, 6 метров и 4. Мы этот образец полностью разберем. Вот эти все цвета тоже уже. По акции, кажется, все распродано. Остались только фермеры в вид по акции, снятые с производства. Сейчас они все идут в коричневом цвете. Такие двери тоже на старых, которые по акциону. Разрезная дверь называется. Осталось. То есть фрамуголь с автоматами. Лавки стоят. Видите, как много. Грядки. То есть на нашей выставке представлены все варианты, практически кроме шириной больше трех метров. Все мы можем показать и рассказать о наших теплицах. И что мы производим. Что вам сказать. Мы закрыли полностью всю линейку, всю теплицах, которые кто-либо может придумать или делает. У нас вот даже есть здесь вот эта теплица со снежной крышей. Вчера ребята почистили. То есть вот эта крыша. Сейчас снег сверху не стали убирать. Она сдвигается. То есть вот эта крыша сдвигается туда. И с той стороны стена сдвигается туда. То есть если хотите. Все это отработано. Схема отработана. Очень хорошо работает. Но она очень тяжела в монтаже. Даже тяжело. Поэтому мы их только отгружали по России. По месту она у нее один минус. Надо, чтобы проветривать. Чтобы проветривать. Надо приезжать и открывать самим. Это удобно для тех, кто живет летом. Потому что все сейчас заказывают практически проветривание автоматическое. И поэтому она так мало пользуется спросом. В этой теплице можно установить только торцевое проветривание. То есть форточку в дверях, чтобы открывалась. Или торцевая форточка. Или же сделать можно комбинированно. Если брать 6 метров, можно среднюю, например, сделать открывающую. Чтобы все, кто снег этого снова любит, не кидать. Открыли. На зиму среднее отделение. А во-вторых двух можно врезать фрамуги с автоматами на лето. Если кто, как говорится, дачник выходного дня. То есть варианты можно придумать и обдумать любые. Офис наш небольшой, как его называют. Сарай, кто называет. Кто балок. В общем, все по-разному. У нас вид персона, когда приезжают с секретаршами и личными водителями. Они, конечно, в шоке. Но когда понимают, что они приехали туда, куда надо. За капитальными и качественными теплицами. Они склоняют голову перед нами. Вот. И мы рассказали вам про нашу выставку. Приезжайте. Мы находимся на Климовской 23. Это Сибирский тракт. Екатеринбург. Работаем в будни с 9.30 до 15.30. Ой, до 17.30. В субботу, например, сегодня с 10.00 до 3.00. Воскресенье пока выходной. Апрель-май вообще без выходных. В мае один день выходной. Это 9.00 мая. Святой день. Остальные дни все работаем без выходных. Полностью. Как на вахте. Так что всем, всем хорошего дня. Заходите к нам. Ставьте лайки. Читайте. Пишите замечания. Самое главное. Хотелось бы от вас получить обратную связь. Пишите замечания. Мы это очень любим. Мы это ценим. И принимаем к сведению.